на самом деле ответ на этот вопрос ну очень простой я сначала хотел взять немного информации из интернета но когда увидел что предлагаются какие-то таблетки какие-то курсы какие-то книги мотивирующие и многое многое другое что даже вот здесь на вас хотят наживиться на вашей зависимости от никотина больше всего на весь этот бред весь этот бред рассчитан на женщин 30 40 лет или на людей которые ну недолго прокурили и думаю что сами ну вообще не в силах побороть эту вредную привычку сейчас я вам расскажу как это можно сделать самому все на самом деле очень просто в общей сложности я прокурил около шести лет я очень любил сигареты и у меня в день уходила пачка то и полторы-две если под выпивку да еще если и провоцируют пойти покурить и шел и курил и далеко не легкие сигареты это были поэтому мне есть что сказать сразу скажу забудьте про все эти курсы лейкопластыри книжки как бросить курить это все вообще не работает и на это не стоит тратить свое время единственный способ бросить это просто взять и не курить а вот как справиться с последствиями зависимости я сейчас и расскажу на самом деле физической зависимости от никотина по сути нет самая основная это психологическая и она кроется самой привычки брать и курить представьте себе человек 20 раз в день засовывает себе какую-то палку в рот подносит к ней огонь вдыхает этот дым и все это продолжается на протяжении там года или двух лет или пяти а то и даже десяти или больше лет конечно это уже у него просто программа такая в голове и ему от нее сложно отказаться вот в чем самая сложность отучить свой мозг от этой привычки после того как ты перестаешь курить происходит процесс очистки организма при этом появляются новые неприятные ощущения на самом деле это естественное ощущение у обычного человека но курильщик давно забыл о них и не привык к таким ощущениям в основном больше всего чистится мозг становится лучше зрение обоняние улучшается память и при всем при этом какая-то нервная негативная перевозбудимость вот это и есть та самая ломка от табака но она вовсе не страшная если сравнивать с алкогольной или наркотической зависимостью в принципе подобное неприятное состояние можно убрать антистрессовыми таблетками некоторые из них вроде даже как и безвредные и основаны на природных компонентах но поскольку я противник любых таблеток то посоветую разве что успокаивающий чай какой-то травяной ну и максимум валерьян ни в коем случае не пейте в этот период кофе алкоголь и даже чай я понимаю что у некоторых уже в привычку вошло пить по утрам чай из пакетика но придется изменить рацион а если вы выпиваете алкоголь часто и в немалых количествах то бросить курить не получится и вообще избегайте продуктов которые возбуждают нервную систему сюда можно отнести шоколад или даже чересчур много фруктов которые безусловно придадут вам много энергии в этот период будет опасно усиленно заниматься спортом да еще если на свежем воздухе но это конечно пойдет на пользу здесь же можно упомянуть о сексе который поможет снять стресс ну и как вариант проговаривать себе в самовнушение какие-либо аффирмации следующий момент это окружающие вас люди постарайтесь избегать дыма в любых ситуациях если кто-то рядом с вами курит попросите его уйти аргументировав это тем что вы бросаете курить и сейчас вам важно не дышать тем дым если же человек не уходит то придется прибегнуть более жестким мерам например подействовать на него через третье лицо не стесняйся говорить что ты не курешь отстаивая свою позицию поначалу силуэт сигареты будет у вас в голове постоянно здесь важно найти себе дело чтение книг вряд ли поможет но если физическая работа да еще если для своей пользы то это будет в самый раз банально и просто займитесь уборкой в доме ремонтом сделайте что-то на участке съездите к родным помогите им попросите своего шефа дать вам больше работы а заодно заработаете больше денег смысл в том чтобы мысли о старой привычке перестали напоминать о себе чтобы ваш мозг потихоньку начал забывать о сигаретах придется попрощаться с вещами которые могут вам напоминать о привычке это могут быть пепельницы какие-то изображения или даже места типа курилок больше туда не ходите ну естественно не держите рядом с собой сигареты даже на черный день здесь же можно упомянуть о том что курильщик привык держать во рту как у эту вредную привычку можно заменить карамельками жвачкой семечками а лучше всего чистой водой а вообще не секрет что бросив курить поначалу очень хочется есть поэтому кушайте все подряд но если боитесь набрать вес то ешьте овощи и фрукты а еще лучше в сыром виде так вы не только будете чрезмерно сыты но и потеряете в весе да невкусно а кто говорил что будет легко ну и последний момент который должен быть у вас первым это ваша мотивация должны быть веский аргумент если вы решили бросить эту привычку мотивация типа я не буду курить потому что это вредно для здоровья вряд ли поможет вы должны думать не о здоровье о своей жизни принципе по истечению 30 дней должна пройти зависимость остается дело заманом просто тупо перетерпеть можешь даже на стене рисовать какие-то палочки осознать что это не только вредная но еще и глупая привычка практически все курильщики завидуют не курящим потому что это низко это стрёмно и в глубине души они об этом знают подписывайся на канал тут самые интересные вопросы и